здравствуйте друзья у нас два вопроса в одном как бы поступили из подмосковья спрашивает человек насколько соединенных штатах учитывается мнение жителей при принятии утверждения проектов застройки или там до стройки до чего-нибудь такого значит в качестве примера приводится что вот подмосковье видимо или там где-то в москве вот есть какие-то объекты которые там местная власть хочет построить а люди собираются там письма пишут и что какая-то такая общественная деятельность по недопущению там и так далее и я думаю эта проблема такая общая человеческая потому что не только в москве или области ли там в российской федерации в целом выстекают такие проблемы был фильм of god mail да что такое или you got mail там американские да вот он там тоже такая ситуация где-то в нью-йорке в старинном районе и там какое-то такое место может быть другой а я название забыл честно не помню и там смысл в том что там хотят а за этим стоят крупные корпорации строительные хотят там чего-то снести такой как бы общественный центр такой да где люди там досуг проводит или что и вместо него построить там что-то коммерчески осмысленно поэтому конечно вот кстати вы наверное обратили внимание может быть не обратили вот мне это время пишут вот расскажите об этом расскажите о том и вот там говорят вот сан-франциско какие-то репорты сейчас идут там 40 человек собрались на демонстрацию значит против того что там старый район сан-франциско где сейчас там компьютерная индустрия развивается вообще на сказать что в сан-франциско последние вот лет двадцать большие изменения произошли когда мы начинали школу в девяносто четвертом году ровно 20 лет назад приходили ребята половина студентов больше не больше были из сан-франциско и они говоря работа есть его ребята даже забудьте если вы хотите работать сам процесс к вообще не ходить сейчас там очень много работы стало сейчас там старые здания стали перестраивать в них офисы стартапах ведь молодежь работает эти молодые ребята и они могут конечно в день в центре долины то в полаута а могут сан-франциско там прикольно там ночная жизнь и там сейчас очень много стало компании и не только маленьких но и большие компании там свои офисы имеют и вот автобусы ходят там развозят программистов эпловские там микрософтовские гугловские там еще какие-то и вот местные жители протестуют потому что из-за того что вот программисты там стали покупать жилье резко выросли цены там на рент на жилье и так далее и вот их как бы там выкидывают и тогда то есть всегда какая-то общественность против чего-то выступает и я не думаю что администрация чего бы то ни было принимая решение о строительстве или сносе вообще об изменениях каких-то она не будет подвергнута критики с какой-то позиции ради поэтому эти люди они привыкли к тому что принимающие решение они привыкли к тому что и будут критиковать и остро критиковать и на всю страну или там вы может и так далее конечно мы понимаем что кто-то делает это то есть принимает такие решения просто в силу того что это коррумпированные какие-то организации там взятки дают и так далее и соединенные штаты абсолютно не как сказать не изолированных процессов здесь это тоже может быть и как бы я за за ноги не держал но меня очень часто такое впечатление бывает что не обошлось там как бы потому что большой интерес и там крупные суммы 99 процентов населения так от балды говорю процент вообще нет не знаю что такое взятка уже они никогда не давали никто у них не вымогал им никто не давал но конечно есть такие области где большие какие-то прибыли сверхприбыли и есть какие-то коррумпированные общества скажем так скажем города какие-то или что то вот где чего-то больше чего-то меньше то есть то есть наверно тоже где-то есть я не сталкивался но в маленьких масштабах конечно так вот учитывается ли мнение населения например вот скажем я помню в городе маунтинью когда нас школа была тут вот мы сейчас проезжаем слева по левую руку от меня значит город маунтинью собственно и по правую тоже там я как-то участвовал в слушаниях потому что нам должны были дать разрешение на то чтобы определенного рода бизнес вести в ну как в конкретном месте дело в том что есть такое понятие зонинг то есть вот в городе есть зоны вот в этом месте положено чего-то то есть она даже специального разрешения потому что это место специально для этого а вот например вот скажем там где мы находились это было место где положено находиться школам то есть там предназначено чтобы школы были там то есть разрешение все равно нужно но не нужно доказывать что это территория позволяет иметь школу это разрешено в принципе теперь а а например докторский офис там не положено но тем не менее в здании где мы находились в основном были там офисы врачей но тогда они должны обратиться и получить специальное разрешение там сити делает какое-то начать я не знаю сити делает исследование смотрит как там с трафиком с парковкой так далее принимает какое-то решение я я наблюдал это несколько раз потому что там была такая история что нас соседи хотели выкинуть этого места потому что мы занимали большое количество парковки днем то есть вечером никого не интересовало но вот днем и вот эти врачи и там еще вокруг них там были какие-то люди они на нас жаловались в сети и в сети было разбирательство и там это несколько стадий было в разбирательстве и я видел как это происходит там значит возмущенных там пришло масса возмущенных людей а эти вот которые там был один буйный китаец который пошел вокруг всех обошел и собрал там человек 60 на это слушание и там пришли люди из соседних домов а в этом месте маунтинью вообще с парковкой плохо и вот так получилось что из-за наших студентов там за 10 кварталов оттуда значит жить и жизни нету людей и но как бы так получалось и вот я смотрел как сити с этим работала это крайне не симпатичные были люди манипуляторы как бы очевидные то есть но они понимаете как когда собралась толпа в 60 человек они не могли сказать этим людям ребят ваши претензии необоснованные идите отсюда они так не могли сказать и они слушают эти слушания переносились но что интересно происходило вот на первое не слушание пришло 60 человек на второе там в развитии пришло может быть 16 на третье пришли вообще трое и вот там уже они как бы вот там что-то такое то есть они не могут в лицо людям которые живут в городе и которые голосуют на выбор и которые могут сейчас пойти там петиции собирать на веб-сайт их писать какую-то компанию раздуть они в общем-то их боятся даже относительно небольшой толпы потому что сколько там народу живет там в мантине 60 тысяч но они боятся это это видно и они умеют с ними обращаться они знают как там их возбудить или как наоборот погасить там их нет то есть это манипуляторы профессиональные если они захотят что-то сделать они сделают вопрос в чем значит насколько они хотят манипулировать насколько они честные насколько они заинтересованы не заинтересованы но это абсолютно в их руках то есть если там будут люди нечестны они в состоянии сделать абсолютно все что угодно чем больше денег за этим будет стоять значит тем больше шанс что это произойдет но все-таки мы живем здесь государстве в котором есть закон и есть адвокаты и есть суды суды в принципе я не знаю может быть есть какие-то зависимые я я не знаю никогда не сталкивался с этим но я не думаю что в суде вот такого уровня там взятки берут или что-то или кто-то может предложить им достаточно чтобы они стали этим заниматься но история такая допустим сети принимает какое-то решение как с нами тогда получилось значит я позвонил там адвокату они мне говорят вот тебе две недели ты должен съехать оттуда прекратить операции у меня шесть классных комнат и они где ты можешь одну классную комнату иметь опять а 6 ты не можешь иметь вот одну течение двух недель я должен отрапортовать о закрытии там пяти классных он и я адвокату звоню и говорю слушай говорю вот свой чуть-чуть происходит тот говорит а сколько тебе нужно времени я буду сколько на я не знаю полгодика я бы присмотрел другое помещение съехал мне полгода бы хватило он ведь но это ерунда я могу их года полтора может там пока что чего и он начинает свои какие-то процессы да он начинает подавать на апелляцию потом на апелляции у нас там не получается потому что это те же самые люди тогда мы на них суд и судья дает им значит распоряжение нас не трогать пока не разберутся а суд там пошло поехал я просто к чему к чему я рассказываю что они увидев что так и так такое дело оборот принимают и теперь им надо судом иметь дело им надо адвокатов им надо деньги на это тратить они тут же замирились и все дали нам сколько надо и мы мы все остались присвоить вот и все поэтому что чу сказать здесь действует закон и если допустим мы группа жителей и нам чего-то не нравится мы говорим но мы возьмем тогда адвокат но мы должны ему заплатить если у нас есть столько энтузиазма что мы готовы деньги тратить но конечно возьмем хорошего адвоката и он будет мурыжить и они они я не знаю они они проклянутся на свете дальше следующий вопрос вот эти люди которые с нами теперь связались или с которым мы связались следующий вопрос есть адвокаты которые бесплатно будут это делать вот есть ну как бы сказать вообще есть такая форма сервиса которые юридические конторы осуществляют они могут взяться делать что-то бесплатно просто потому что вот у них такой как бы кейс вот публичный в интересах общества но это должен быть какой-то яркий такой эффектный очевидная как это несправедливость там ущемление интересов там и так далее до находится делают и тогда потом что еще все регламентировано и периодически возникают знаете чего возникают конфликты которые на всю страну гремят например там какой-то сити решил снести какие-то апартмент комплексы чтобы на этом месте построить торговый центр возникает вопрос а собственно что нужнее городу людям которые там живут вот этот торговый центр или вот эти вот апартмент комплексы а что если ты не апартмент комплексы а что если просто дома частных лиц это еще хуже то это граждане давайте и начинается тяжба и начинается разборки по всей стране до верховного суда доходит имели ли они право принимать такое решение если значит вот так сказать это в интересах людей или не в интересах людей может быть это не в интересах тех чьи дома снесли но в интересах ли это там всего города остальных людей и это не простые вопросы я хочу сказать что вот в американской системе где очень разветвленное законодательство очень очень мощная там веками складывавшийся с чудовищным количеством прецедентов и право прецедентно это все непростые вопросы теперь что касается пробок значит есть города где пробки это норма ну скажем в лос-анджелесе пробки норма вот допустим в нью-йорке пробки норма из того что вот я наблюдал но может быть не целый день это в определенные часы когда строят что-то имеют ввиду одно потом время идет меняется как бы сказать структура бизнеса демография и вдруг возникает ситуация когда не хватает не хватает реально места там проехать машинам запарковаться она как-то чиниться и меняется но опять должен быть бюджет какой-то если в городских властей есть бюджет соответственно они там принимают какие-то решения но вообще есть программы долгосрочные если вы в любой город придете там большой или маленький у них есть план развития и вы можете посмотреть вот где будет там проходить там трамвайные пути если собираются строить или там допустим вот когда снесут там вот те здания и что будет на их месте стоять и соответственно скажем строительные корпорации они готовят свои предложения по застройке там вот этого места и там городские власти берут значит предложение с разных сторон их рассматривают и так далее то есть это все на самом деле известно достаточно задолго очень трудно представить себе что вот например вдруг пришли какие-то бульдозеры начали чего-то строить без того чтобы это было известно за несколько лет как минимум и соответственно строительство оно должно быть проведено через какие-то инстанции иногда это зависит просто от городских властей иногда это решается на уровне зависимости от того что строится это может выйти на уровень штата это может выйти на федеральный уровень и так далее учитывается ли мнение населения ну конечно когда люди жалуются не доедешь не проедешь там и пробки но но еще раз должны быть деньги я я не не думаю что если у них деньги есть они там не начнут строить вообще можно построить это же хорошо это сразу и рабочие места там и отношения всевозможные то есть это на всех уровнях поддерживается строить развязки но бывает что просто нет возможности вот как например там центр москвы как разрулить пробки это же ну как вот а то же самое с лос-анджелсом то же самое с нью-йорком накапливается много городских проблем я думаю что вот может быть вопрос который был задан изначально он как бы в большей степени о том насколько власть как бы заинтересована в том чтобы люди были довольны или она решает все больше свои такие корыстные там интересы какие-то коммерческие и так далее я я не могу судить я не могу сравнивать я как бы не не живу сразу в двух странах и могу только сказать что каких-то очень острых проблем ну бывает очень очень редко в основном как бы все это прозрачно задолго известно все кто хочет там высказаться могут высказаться но когда до серьезного доходит то там уже подключаются адвокаты подключаются всевозможные там организации которые занимаются окружающей средой и так далее вот например если вы заметили вот я там иногда в санта-круз езжу если от санта-круза еще там на юг минут 30-40 там город монтерей и вот на этом монтерейском полуострове там чудовищные запасы нефти и вот считается что там за ним если начать разрабатывать через несколько лет там будет создать три миллиона рабочих мест по добыче этой нефти и не разрешает то есть как бы власти хотят в целом но вот есть инвариументалисты которые возражают и дальше это все блокируется экспертиза за экспертизой и вроде бы по этому методу в калифорнии уже много лет нефть бывает калифорния 3 в сша штат по добыче нефти я думаю что это после техаса который 1 оклахома может быть 2 я точно не скажу так подозреваю калифорния третий штат по добыче нефти здесь довольно много вышек есть местами таки некоторые качают некоторые вот этим вот этим современным методом там фракчурс вот эти вот делают но никогда не было аварии и в общем-то этот фракчуринг показал себя здесь безопасным но они тем не менее возражают там комиссия за комиссией политика лоббирование пошло-поехало при том что в целом мы прошли экономики было бы наверное очень здорово и страны в целом и штата в целом но там начинается вот это экологически еще чего-то и пошло и поехало это похоронено я не знаю сколько лет там может уйти пока это все пробьет и что должно случиться поэтому как сказать значит интересы людей обычно имеют финансовое выражение то есть вот если есть сколько людей какие-то общественные организации они там вносят деньги на эти деньги нанимаются адвокаты на эти деньги значит проводятся какие-то компании в средствах массовой информации и так далее поэтому вот мое такое как бы впечатление о том как мнение населения влияет на принятие решения вот теми или иными органами власти вот когда возникает много возмущения возникает много денег и они этими деньгами значит берутся профессионалов которые противостоят я я бы так сказал это не обязательно именно так но наиболее эффективное противостояние именно такое спасибо до свидания